Надо получать удовольствие от работы, по возможности. Вадим Ведлин впервые взял стамеску в Абранцевском училище, куда поступил на резчика по камню. Когда в Абранцеве учишься, живешь в общежитии, то пытаешься схватить за все сразу, все специализации попробовать. Липа в Подмосковье больше, чем камни. После окончания училища Вадим Ведлин продолжил работать с деревом. В годы перестройки, как и многие, расписывал матрешек, но деревянную крашеную скульптуру резать не переставал. Чего начиналась моя скульптура? Это буквально 1985 год. Это узнаваемая скульптура, деревянная, не крашеная, баррель. Музей игрушки, таких работ много, в художественном заповеднике Сергеем Пасадском. Это барни и гусар. На рубеже веков очень было известно, на ярмарках продавали, крашеная. И вот такая скульптура очень мне понравилась. Я решил попробовать сделать жителей людей, живущих в XX веке. И вот я это делал в 86-м году. Чем похоже? Я брал за основу просто треугольник, вот как там бревно рубилось топором. Получался треугольник в основании. И я взял за основу тот же треугольник в основании, только написано в 86-м году. И только сделал уже мальчика современного, так сказать, в 86-м году, как он был одет. Вот шапочка-петушок, там вот синенькие брючки. А это вот посадил. Вот я уже сделал эскиз, набросочек и сделал портрет своей бабушке. Вот такая она была, такая бабушка, вот как она сидела, смотрела телевизор. Образы для своих скульптур Вадим Ветлин подсматривал буквально на ходу. То приметит жительницу семхоза, пасущую коз, то харизматичного хотьковчанина. Удивительно, но первыми работы мастера оценили не соотечественники. Американка была такая, которая, увидев, как-то она заехала случайно, тоже, ну, через друзей, увидел деревянную скульптуру, которую я делал, сказал, вау, это надо делать. И стал приглашать на какие-то там в Москву свои, так сказать, выставки. Вот я делаю топором обрубовку. Вот такая сначала, потом чуть больше. Вот это пень для... Вот топоры, мои любимые. Все в зоне доступа. Да, 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 да. И вот я тут, собственно говоря, занимаюсь... Вот это все сделано топором практически, вот таким обувием. Вадим Ветлин в шутку называет себя корейским народным художником. Дело в том, что именно южнокорейцы, работающие в России, сегодня его основные покупатели. Антикварная мебель, отреставрированная и декорированная художником, зачастую уезжает в Америку и Южную Корею. Так что мастеру пришлось подстраиваться под южнокорейскую действительность. Я был удивлен, они говорят, а слишком высокий для нас этот шкаф? Я говорю, ну, я понимаю, что они небольшого роста. Они говорят, нет, не в этом дело, у нас потолки низкие в доме. Нам нужен шкаф вот не больше метра восемьдесят, чтобы... Как так вот? Такие у нас, говорят, низкие потолки. Такой шкаф не влезет, вот это будет. И такие вот, да, бывают конструктивные особенности. И причем у них у всех, как я понял, может быть, там от благосостояния, от семьи зависит. Нет, это просто вот такой низкий потолок. Высокий уровень и низкий потолок. Да, высокий уровень жизни, низкий потолок. Русь, Россия, российский мотив. Тут, собственно говоря, медведь, мужчина и женщина, семейный такой очаг, который олицетворяет. Ну и вот, или дом, или храм, что-то такое. Вадим Ветлин неоднократно представлял свои работы на выставках. Зрители последнего осеннего салона оценили его Георгия Победоносца. К слову, это не первый Георгий, вышедший из-под ножа мастера. Я родился в городе Егорьевске, все-таки это город Егорьев, Победоносца. И там в музее просто фантастический образ. Маленький город, музей Крееведческий, но скульптура из собора, который разрушен, она просто потрясающая. Там чудо Георгия Змея. Уровня кремлевских музеев, в общем, работа. И когда приезжаешь, смотришь, хочется что-то подобное сделать. Идея – эскиз воплощения, но иногда идею диктует материал. Собирается в прямом смысле годами и ждет своего часа. Дерево, оно притягивает, оно настолько теплое, как бы вот просто и цвет, и вот сама вот какая-то вот фактура. Ну, я его люблю просто, как бы вот любая доска, подходишь и ты, ну какая красивая, ну какая красивая. Мне нравится, хочется, так сказать, как-то ее использовать. И поэтому вот так собираются, они где-то там складываются сначала, лежат какое-то время. Потом начинаешь из них так что-то, чтобы сделать какой-то предмет уже более культурный, более такой интересный. И вот ты их начинаешь как-то использовать, как-то гармонично пытаешься композицию какую-то выстроить. Ну здесь что у нас? Декоративные элементы от мебели. Да, да, да. А вот это что вообще? Вот это, это от шкафа, верхняя часть такого, шкаф, пустовец какой-то, горка, от горки. Вот от городецкой прялки, низ, вот куда вставляются, вот две их тут, прям с роспичей городецкой, настоящей. Мы в таком плохом состоянии были, но мне для этого очень подошла мощь. А это просто разные доски. Мы ездим, путешествуем с женой. И вот даже откуда-то я привожу эти доски, которые-то где-то далеко. Из Костромской области я вот знаю вот эту доску. Вот из города Солегалич вообще. Вот черненькая такая, фантастичная. Ну, ее не сделать никак руками. Это солнце и ветер. В мастерской Вадима Ведлина еще много неоконченных работ. У автора еще много нереализованных задумок. А значит, у нас будет повод вернуться сюда спустя время. Оксана Мирошникова, Антон Каврижных. Тема.